Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире программа «Учурда» и ее ведущий Эрмей Куренкеев. Редакция пятого канала следит за ситуацией в стране и продолжает работать. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию в стране с нашими экспертами. Рядом со мной сидит политолог Бахатбек Джумагулов. Добрый день. И к нам еще присоединятся наши другие эксперты. А перед тем, как перейти к обсуждению, наши коллеги на данный момент находятся на площади. Давайте узнаем их мнение, узнаем, что творится на площади. Говорят, что там собрались сторонники Садыра Джапарова, сторонники других кандидатов. У нас на связи Даниар Танебеков, наш корреспондент. Даниар, добрый день. Здравствуйте. Да, подробно расскажите, что там происходит, сколько человек собралось, чьи сторонники, как, нет ли там беспорядков, стычек и так далее. На данный момент мы находимся возле Дома правительства. Здесь собралось более тысячи человек. Но мы видим то, что это не полный показ состав. Видимо, народ еще собирается до сих пор, потому что мы видим, что люди собираются. Вот, здесь собрались сторонники Садыра Джапарова в поддержку. Здесь устраивают фитинг. И по поводу того, что есть ли здесь сторонники Тамбаева и так далее, пока неизвестно. Все, спасибо. Мы будем держать вас на связи. Господин Джумаголов, вот уже четыре дня в стране, как вам сказать, вакханалия. Вакханалия, хаос и непонимание. Что вы можете сказать? Давайте начнем с этого. Начнем с самого начала. Это вот революция. События, которые произошли по итогам состоящихся выборов в парламент, это в первую очередь ложится как ответственность на президента Креховской республики. Потому что он несколько раз заявлял, об этом говорил, что всю ответственность на обеспечение открытых, честных, прозрачных и справедливых выборов, он берет на себя. Но эти выборы не были проведены в формате открытости, прозрачности, честности, справедливости. Потому что был широкий подкуп, это все фиксировалось. Около полумиллиона людей по форме 2 передвижения делали. По этим фактам не было, так сказать, внятных каких-то разъяснений ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны президента, что как причина. И в день этого это проявилось в форме массовых подвозов. Соответственно, дальше уже результаты выборов, когда по результатам партия Беремдыки и Микенэм Кыргызстан получила контрольный пакет, так сказать, депутатов, да, парламент это 90, около 90 голосов, представляете, да. Безусловно, уже народ, так сказать, возмутился всем этим и вышел на площадь. И в этом случае у президента опять же еще была возможность, так сказать, урегулировать эту ситуацию, выйти к народу, потому что там собрался народ, избиратели, да, которых по сути тупо украли голоса. И можно было выйти, сказать и, соответственно, да, выполнить требования вот людей. Это была отмена, там просто была отмена результата выборов и назначение новых выборов. А вот правового поля, да, мы уже четвертый день не можем, как бы, войти в правовое поле. Да, а теперь этот вопрос в правовом поле. Первая попытка вхождения в правовое поле состоялась на следующий день, 6 октября, после событий, где в течение дня собирались депутаты 6 созыва в гостинице в офисе «Досток». В гостинице «Досток», да. Там по итогам, что можно сказать? Как я знаю, ну, если бы кворума не было, сейчас бы действующим председателем Турага парламента Кыргызстана не был бы Мактабек Юсупович Абдулдаев, до сих пор числился бы Бекешев, ой, Джумабеков «Досток». Да, сейчас, в настоящее время, да, и президент это признал, он сейчас ведет переговоры как со спикером парламента, а с Мактабек Юсупович Абдулдаевым, да. И также там была выдвинута кандидатура на должность премьер-министра Садырджапарова. Дальше уже, так сказать, параллельные уже такие процессы пошли, потому что другие партии уже объединились и создали общественное объединение, которое называется «Координационный совет». «Координационный совет». Да, туда вошли лидеры партии, все это, да, но насколько это будет способствовать легализации и вхождению в правовое поле, пока тоже до сих пор не ясно, да. Сейчас мы видим, что эти партии вместо объединения они пошли, так сказать, раздельными путями, да. Вот этой ситуации мы не видим. И в то же время сейчас мы видим, что сейчас четыре партии, да, объединились, и они выдвигают кандидатуру Эмурбек Бабанова на должность премьер-министра. Теперь уже, если дальше, так сказать, смотреть процесс легализации, опять тогда должен собраться парламент шестого созыва, и там теперь коалиция должна рассмотреть кандидатуру этого, да. Но в то же время мы увидим параллельные процессы, потому что Садыр Дзепаров уже, как выдвинутый кандидат премьер-министра, уже пытается формировать правительство, потому что для утверждения на должность премьер-министра он должен утвердить структуру, состав и программу правительства. Вот и вчера представители гражданского общества собрались и с участием тоже силовых структур, обсудили текущую ситуацию в стране, да, тоже предлагали пути решения выхода из кризиса, вхождения в правовое поле. Давайте посмотрим материал об этом, а потом уже вернемся к обсуждению. Сегодня единственным легитимным органом является Совет Безопасности. Об этом на экстренном заседании гражданского общества заявил заместитель главы Совбеза Умербек Суваналиев. По его словам, сейчас ведется разъяснительная работа. Очень важно страну вернуть в правовое поле. Границы закрыты, захватчики понесут ответственность, сказал Суваналиев. Он также подчеркнул, что силовые органы остаются вне политики и готовы работать только в целях безопасности. После всех событий произошел моральный упадок. Силовых структур обвиняют в защите власти. Мы провели разъяснительную работу. Сейчас работа идет в прежнем темпе. Охрана общественного порядка, борьба с экстремизмом и терроризмом. Весь контроль на моих плечах, так как это мои функциональные обязанности. Также хочу открыто выразиться, я не сторонник той или иной партии. Мы вне политики. Мы только работаем для стабилизации ситуации. Страшной назвала сложившуюся ситуацию активистка Чулпун-Джакупова. По ее словам, что власть падет так быстро, не ожидал никто. В стране нет единства. Обусловлено это тем, что революционеры, активисты и политики разделились на два основных лагеря. Одни хотят восстановить президентскую систему, другие отстоять парламентскую. Как отметила Джакупова, сейчас основная задача гражданского общества, легиметизировать структуры и обеспечить безопасность. Давайте люстрировать вот это все. Но правоохранительные органы не трогать. Они должны работать. И Минздрав. Потому что у нас пандемия. Хотя бы вот эти двух мы не должны трогать. И когда мы в лозунгами выходим и в социальные сети и так далее, давайте все-таки быть очень критичными со своими выходами в публичное пространство. Я не могу запретить. Мы все в одинаковом. Я просто призываю к ответственности. Участники заседания подчеркнули, что несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, коронавирусная инфекция снова набирает силу. Только за сутки ею заразились 245 граждан. По словам эксперта Айбара Султангазиева, больницы, предназначенные для приема пациентов с коронавирусом, переполнены. Он отметил необходимость открывать дополнительные места, а также активизировать работы по соблюдению санитарных норм. У нас есть 10 дней, может быть, максимум, для того, чтобы привезти, запустить банки, платежи и так далее, чтобы система была готова к приему больных и принимала. То, что сейчас есть на складах, оно может закончиться. Извне не могут сейчас поступать грузы, потому что остановлены все платежи и в стране опять могут истощиться запасы лекарств. То есть вот это все может привести к еще более серьезной катастрофе, чем даже происходящие события. Всего на экстренном заседании собралось более 70 человек. На повестке три вопроса. Как перейти в правовое русло, обсудить безопасность и иллюстрацию. Однако в целях безопасности гражданский форум пришлось прервать. По словам некоторых участников, к месту проведения форума начали стягиваться неизвестные лица. Отель, где собрались гражданские активисты, попросил участников покинуть помещение. Миримай Албек, Ваталас Аманбеков, Пятый канал. Вот только что вы видели наши активисты, гражданские активисты, даже не только гражданские активисты, весь народ уже сколько лет твердит слово «люстрация». Надо люстрировать. Почему все это остается на словах и на бумагах? Ну, люстрация. Люстрация — это, так сказать, этимология слова «люстрация» — это очищение посредством жертвоприношения. То есть должны принесены какие-то жертвы, чтобы общество очистилось. В современной политике процедуры, механизмы, люстрации были примерены в Восточной Европе после падения Советского Союза, когда госчиновники, которые сотрудничали с КГБ, с КП, они в последующем не были допущены к процессу формирования власти и участия во властных структурах. А вот у нас? У нас, в Кыргызстане, я вот, понимаете, вот этот процесс пока сейчас как-то вот не представляю, как вот этот формат. Допустим, если запустить процесс «люстрации», тогда практически все сотрудничали. Атамбаев сотрудничал, Бабанов сотрудничал. На Украине, когда вот иллюстрацию, они принимают как-то вот берут определенного чиновника и бросают мусорный бак, да. Люди настолько уже увидели, да, настолько насрадались на Украине, да. А вот у нас за 33 года те же политики, те же люди, никакого развития. Да, я согласен. Вы знаете, да, более-менее такой другой, не радикальный путь, который, да, вот также применяется, вот и можно применять, да, как форму иллюстрации, это выборы. Просто на выборах не голосовать за эту партию, голосовать за ту партию, не голосовать за ту партию, в которой есть личности, против которых, да, общество против, да, по тем, по коррупционным. Ну, я могу не голосовать, вы не можете голосовать, вот, а, к сожалению, многие люди подкупают их, голосуют за тех или неопределяют. Ну, тогда нужно определять уже, так сказать, понимаете, тогда должна быть создана, так сказать, опять же, легальная и легитимный какой-то орган, который будет проводить, да, должны быть определены критерии иллюстрации, кто попадает под эту иллюстрацию, да. Мы видели, вот, в ночь с четвертого, с пятого на шестое, так сказать, как народ делал иллюстрацию, да, когда некоторых политиков, да, вот на площади начали, так сказать, тоже выражать свое отношение к этим политикам. Поэтому здесь такой вопрос, мне кажется, это вопрос последующих этапов, да. Сейчас важно, как вы до этого заметили, для страны важно войти в правовое поле, потому что коронавирус никто не отменял. Давайте начать коронавирусом мы сейчас продолжим. У нас на связи наш очередной эксперт Айбулат Айдосов, политолог. Айбулат, добрый день. Здравствуйте. Айбулат, скажите, вот, мы с вами давно не виделись, вот ваши впечатления о произошедшем за четыре дня, который удивил не только нас, но и весь мир. Ну, мы, Кыргызстан, вновь в топ-спот, как говорится, у международных журналистов, мы опять превратились в горячую точку на мировой карте, и, наверное, весь мир сегодня обсуждает то, что происходит в нашей стране. Вот эти события, они, конечно, нарастали, и как пуржина, они просто вот дали сбой, и это все взорвалось 5 октября, вот, когда эти итоги объявили. Были, конечно, проведены ряд ошибок, и сейчас мы живем вот в таких условиях. Что хочется сказать? Сейчас политический кризис, наверное, достиг своего пика, и найти выход из этой ситуации становится все сложнее с каждым часом. То, что сегодня утром оппозиционные силы объединились и объявили о Мурбека Бабанова кандидатом, который будет себя выдвигать на пост премьер-министра, еще ни о чем не говорит, потому что есть и другие политические силы, которые также могут сейчас выйти заявлением, что они не признают этого и будут выдвигать свои кандидаты. Садыр Джапаров, тоже его статус пока неизвестен до конца. Вообще вся эта ситуация на самом деле играет на большую пользу нашим международным союзникам, несоюзникам, потому что то, что происходит, борьба за кресло, борьба за руководство внутри страны, это не полезно для простого народа, для Кыргызстана, для нашей государственности. И сегодня, наверное, самым правильным решением будет, если мы сможем найти какую-то фигуру, которая объединит всех. Все прекрасно понимают, что сегодняшняя борьба не имеет большого смысла, так как это не гарантирует, что именно тот человек, который возглавит правительство, сможет привести свою партию к власти. И этого, наверное, сегодня этой мудрости не хватает многим политикам. Они думают, что сегодняшняя борьба наитогова, и она принесет тот самый результат, который потом определит следующие пять лет. Ничего подобное. Сейчас нужно отодвинуть свои амбиции в сторону. Сейчас на кону стоит государственность, на кону стоит страна. И вот эта борьба завтра может потерять смысл, потому что есть тут внешние силы, которые заинтересованы в том, чтобы дестабилизация продолжалась. И вполне возможно, что вот этот человек, Марат, кажется, Монолит, который заявлял о том, что нам бы пора вернуться домой. Его слова могут возобладать силу, и могут появиться в народе люди, которые начнут выдвигать инициативу. А не пора ли нам вернуться домой, а не пора ли нам присоединиться к кому-нибудь? Потому что ситуация идет к этому сценарию. И сегодня, наверное, будет иметь смысл вообще объявить стране военное положение, привести страну в порядок, привести страну в правовое поле. И это должно происходить, может быть, даже такими военными путями. Айбола, скажите, пожалуйста, многие даже думают, что власть захватывает лица со спорной репутацией. Вы согласны с этим? Вообще, политики Кыргызстана за 29 лет, к сожалению, в нашей политике столько людей было с разными репутациями, с разным бэкграундом. И сказать, что кто-то из них правильный, кто-то из них честный, чистый, почти невозможно. И, наверное, сейчас нужно просто вот консолидирующая фигура всем прийти к этому мнению, что вот Аксакалов, давайте институт Аксакалов сейчас призовем, пусть определят одного человека. И все должны, все политические силы должны согласиться с этим. Потому что на кону стоит наша государственность. 29 лет мы там отмечали недавно свою независимость, а 30-я независимость может и не состояться. — Все, спасибо. — Еремек. — Да, да, слышу, слышу. Да, слышно, слышно. У нас прервалось. Господин Джиманголов, давайте вот так. Да, действительно, сейчас у нас политические кризисы, у нас митинги, у нас недопонимание между партиями и так далее. Но мы, к сожалению, забываем, что творится не только у нас, но и во всем мире. Это пандемия, коронавирус. К сожалению, уже второй день уже по 4 человека, показатели умерших 4 человека, а заразившихся более 200 человек. А до этого было более-менее. Вот приближается уже зима. Говорят, уже вторая волна уже постучалась в двери наши. Вот как вы думаете, что нужно сделать? Или как-то вот... — Вы правы, понимаете, вот сейчас вот эти все ребята увлеклись вопросами премьер-министра, но... — Социальные дистанции вообще не соблюдены. — Да. Вопрос премьер-министра сейчас, настоящий момент заключается в том, что он должен бороться вот с вопросами, которые сейчас, в нововеске дня. решать эти вопросы. Это коронавирус, это ОЗП, осенне-зимний период, уголь до конца еще на ТЭЦ не завезен, как я слышал. — И не только на ТЭЦ, и гражданам тоже. — Да, по республике этот вопрос, вопрос отопления, подготовки к зиме. И много других. Заработная плата бюджетникам, также актуальна в настоящем. То есть много комплекс вопросов социально-экономического характера. — Это требует немедленного решения. — И в то же время есть вопросы другие, так сказать, политического характера, потому что в течение 45 дней или месяца уже Центр избирком будет назначать автоматически новые выборы. Мне кажется, было бы более актуальнее сейчас вот эти все силы, если бы перешли на формат конституционного совещания, допустим, да, и предложили бы, какие изменения необходимы, чтобы вот, и вот формат конституционного совещания, они могли бы плотно поработать уже с депутатами 6-го СССР, в оперативном порядке внести изменения оптимальные, это снизить порог до 3%, снизить избирательный залог до миллиона или 500 тысяч. Почему такой 5-5-миллионный порог? — Эти вопросы наиболее актуальны. Возможно, если есть возможности, но я не знаю, насколько это, скорее всего, уже вопрос Конституции, по многомандатным округам, ну, мне кажется, это вопрос уже будущего, но даже уже снижение порога до 3%, снижение избирательного залога уже создает прекрасные возможности для политических партий и развития политических партий. Мне кажется, вот всем этим, и Бабанову, и Атамбаеву, и Токебаеву, и Джапару, больше акцентироваться необходимо на вот этих политических аспектах, да, а на должность премьера, скорее всего, больше технический какой-то премьер-министр. — Вот, вы знаете, в любом организации, даже в предприятии, и так далее, существует директор, да, но есть, по каким-то причинам, если директор отсутствует, его роль исполняет обязанность заместителя директора, да, по всем вопросам. То же самое и у нас в правительстве. Есть премьер-министр, если премьер-министр ушел, есть первый вице-премьер-министр, который по идее, по логике должен исполнять его обязанности. У нас есть вице-премьер-министр, первый вице-премьер-министр, но почему-то как-то вот… — Нет, он работает, он сказал, что работает на удаленке, это вчера, кажется, да, информация пошла, что совещание проводит, то есть какие-то мероприятия в сложившихся условиях, и он не должен забывать, Иркин Асрандеев, там, первый вице-премьер-министр, что, несмотря на ситуацию, на нем лежит ответственность. И в случае вот всех этих ситуаций, непосредственную личную ответственность за ситуацию вот в всех этих вопросах несет он. Соответственно, он должен принимать, дальше потом он же не будет объясняться, вот это так, он должен это делать, и процессы должны идти, несмотря на вот эту ситуацию политического аспекта. Еще такой вопрос, за эти четыре дня, не только политический, но и были такие моменты, как мародерство, как захваты министерств, ведомств и так далее. Да, наш народ очень имеет такой большой дух, мы собрались сразу, оперативно, и начали создать народные дружины, и начали охранять и так далее. В том числе были моменты захвата нашего телеканала. Благодаря нашим дружинникам, нашим коллегам мы отставили свой канал. И вот давайте посмотрим материал, где вот о дружинниках, а потом мы вернемся к обсуждению. Вот уже третью ночь ситуацию в Бишкеке контролируют народные дружины, которые защищают объекты города от мародерства, наводя порядок и спокойствие в городе. На данный момент в группе уже более 9 тысяч человек, среди которых дружинники, волонтеры и граждане, которые предлагают помощь. Мы хотим отметить, что мы не являемся сторонниками политической группы и не поддерживаем ни одну партию. Мы лишь хотим, чтобы Кыргызстан вернулся в правовое поле, когда силовые структуры будут выходить на улицу и выполнять свои задачи. Мы тоже начнем делать каждый свою работу. В ночь с 6 на 7 октября народная дружина смогла предотвратить нападение на несколько объектов. Отель «Достук», торговый центр «Аларча», «ВФ», кафе «Новатый» и госрезиденцию. Часть дружинников патрулировала в районе Южных Ворот, улицу Манаса и Южную Магистраль. Они защищали город вплоть до 6-7 утра. Мочью активные граждане развозили еду, напитки и теплую одежду. В общем, все, что им было необходимо. Члены дружин, не только нашей, а и других дружин, это все, кто работают, все на бесплатной основе, все уделяют время, силы тратят, сутками здесь стоят. Это, я считаю, что это, наверное, идет от сердца. Все хотят порядок, все хотят стабильности. И каждый человек, который участвует в дружине, это его маленький, у некоторых большой вклад в нашу общую стабильность. Ночь с 7 на 8 октября в целом прошла спокойно и без происшествий. Ближе к 5 утра в город приехали несколько маршруток из Иссыкульской области, две из которых были без номеров. Ребята из числа дружинников проверяли номера на наличие номерных знаков на автомобилях. Если их не было, заставляли вешать. Мы хотим только спокойствия и мира в Бишкеке. Мы для этого и нужны. Нам всем нужен человек, который будет работать на народ. Пусть народом придет и для народа будет работать. И обеспечит мир. Где? Нет ни одной милиции. Вчера Курсан Асанов сказал, что будет работать милиция. Где? Я с самого утра не видел ни одного. И я хочу призвать весь народ Кыргызстана, жителей Бишкека к терпению, миру и согласию. Бишкек разделили на 12 точек сбора дружин. В каждой точке было от 200 человек и более. По информации в соцсетях были попытки захвата генпрокуратуры и ограбления ломбардов около ЦУМа. Но ситуацию удалось урегулировать. Пока есть такие отважные и храбрые ребята, которые днями и ночами стоят на страже порядка. И в безопасности города Бишкек может спать спокойно. Даниил Аттенбеков, Бахат Рушалиев, Пятый канал. Господин Джумаглов, у нас буквально осталось пару минут. Мы даем вам время, чтобы вы как-то обратились к нашим гражданам, к народу, через наши средства массовой информации, чтобы как-то сказать свое мнение. Можете воспользоваться с момента. Во-первых, я хочу поблагодарить Пятый канал. Мне очень симпатизирует формат, который вы делаете. И до всех этих событий вы очень активно, открыто, откровенно поднимали все вопросы, которые и пытались, так сказать, внести свой вклад в предупреждение тех ситуаций, которые произошли. Это очень важно. И в настоящий момент также я вашу инициативу вижу в формате, чтобы уже, так сказать, слушившееся, попытаться привести в правовое русло. И ваш вклад очень важен. Вклад независимых средств массовой информации, формирования, становления демократии, демократических институтов. Это очень важное крыло. Эти такие процессы, они происходили во всех мирах. В Соединенных Штатах Америки также были попытки захватить, узурпировать власть. И такие компании, как BBC и CNN, в свое время также, открыто поднимав вот эти все вопросы, оказали свое влияние. И сейчас я также вижу, что сознание наших людей вышло на иной уровень. Это очень радует. Я внутренне очень радуюсь. И я уверен в будущем нашей страны, в демократическом хорошем развитии. Мне кажется, вот эти все процессы ведут к тому, что Кыргызстан станет центрально-азиатским тигром, будет феноменом, когда мы построим парламентскую систему и открытое прозрачное государство. Спасибо вам, господин Чемоколов, за подробные ответы, за ваши пожелания. Уважаемые телезрители, на этом наша программа подходит к концу. Наша редакция будет следить за ситуацией. Оставайтесь на нашем канале. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok